Перед вами домашняя страница Kihu 360 антивирус. Она на китайском языке, но в то же время здесь все понятно. Пару слов по поводу скачивания установки. Скачивался антивирус в крайне быстром темпе. Но проблема возникла тогда, когда я понял, что установились из пяти движков и антивирусных баз только три. Две антивирусные базы Avira и Bitdefender нужно устанавливать отдельно. И вот скачивание этих двух антивирусных баз заняло целых час сорок минут. Обращаю ваше внимание на своеобразие фильма. Одновременно с антивирусом Kihu 360 работают еще несколько программ. Они должны отреагировать на действия антивируса. И так работают параллельно ему. Брандмауэр Комода, Спивар Терминатор, Мальворебит Антимальвар и Кингсофт Доктор. Надо сказать, что наибольшую активность по поводу антивируса Kihu проявил Мальворебит. Что касается Кингсофта, то создалось впечатление, что он даже не заметил активности антивируса. Любопытный момент. Windows заметил антивирус 360 именно как антивирус. Но нет никакой записи в системе о том, что он является еще и антишпионом. Перед вами настройки антивируса. В небольшом фильме, который длится только 16 минут, я не имею возможности рассказать о каждой. Поэтому только те, которые имеют принципиальное значение для пользователя. КОНЕЦ ФИЛЬМА Перед вами включение и выключение антивируса в реальном времени. А это подключение движков. Еще раз напомню, что первоначальная версия, которая скачивается с сайта Kihu, содержит только 3 китайских движка. Два движка Avira и Bitdefender должны быть установлены самостоятельно. И скачивание вирусных баз происходит чрезвычайно долго. Здесь перед вами система подключения и выключения этих движков. Она предельно проста. С ней может справиться и маленький ребенок. Обращу ваше внимание на то, что один из трех китайских движков отключить невозможно. Он зафиксирован намертво. Здесь можно регулировать уровень детекта. Уровней всего три. Высокий, средний и отсутствие детекта. То есть фактически выключение антивируса в реальном времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом можно перейти на сайт антивируса. Причем прямо на страницу форума. Здесь можно высказать свою точку зрения, задать вопрос или попросить о помощи. Вы можете наблюдать в реальном времени, насколько антивирус тормозит интернет. В данном случае это почти не чувствуется. Кроме него работают еще целых четыре программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вещь до крайности непривычная. Множество различных вариантов внешнего вида антивируса. Причем фантазия китайских производителей просто безгранична. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вы увидите сканирование папки. При достаточно больших ее размерах скорость совершенно невероятная. Напоминаю, что одновременно на среднем уровне детекта работают все пять антивирусов, которые присутствуют здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме сканирования конкретной папки, можно просканировать еще всю систему или осуществить быстрое сканирование. Сейчас вы увидите именно быстрое сканирование. Сразу же обращу ваше внимание, что оно действительно быстрое. В целом, оно занимает в среднем где-то около 10 минут. Если сравнивать его с другим китайским антивирусом, правда, экспериментальной бета-версией с Байду, то получается, что Киху работает в два раза быстрее, при том, что в нем пять движков, в то время как в Байду только три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед вами два действия, которые можно произвести с папкой из проводника. Первое действие – это сканирование на наличие зловредов. Происходит оно чрезвычайно быстро, учитывая, что размер этой папки целых полтора гигабайта. Другое действие, которое можно осуществить с папкой – это занести ее содержимое в доверенные файлы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я пытаюсь показать расположение антивируса на жестком диске. Если верить свойствам, которые показывает специальная программа, то получается на жестком диске антивирус разместил 1 997 файлов. 103 папки. Размер около 1 гигабайта. 980 мегабайт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обновления для трех китайских движков закачиваются автоматически. Что касается вирусных бас для Avira и Bitdefender, то существует два, как вы видите, различных варианта их закачивания. Происходит обновление этих бас обычно один раз в день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, эксперимент. Я специально скачиваю с рутрекера папку, в которой есть два вредоносных файла. Задача следующая. Сумеет ли киху-360 антивирус определить эти два вредоносных файла во время скачивания? Скачивание. Скачивание занимает некоторое время, поэтому придется немножко подождать. Самое любопытное будет следующее. После того, как файлы закачаются целиком, создастся иллюзия, что антивирус никак не отреагировал. И только спустя небольшое время появится предупреждение о том, что в папке находятся зловреды и сообщение об их удалении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я специально показываю результат исследования одного из этих файлов на вирус Тотал. Определили вредоносов 29 антивирусов из 42, которые принимали участие в исследовании этого файла. Киху славятся ложными срабатываниями, которые не дают ему возможности занять высокое место при тестировании независимыми фирмами. В данном случае как раз можно будет увидеть его на практике. Я пытаюсь установить у себя на компьютере абсолютно безобидную программу. Это онлайн-переводчик. При этом обратите внимание на следующее. Специально в процессе установки я уберу все лишние файлы. То есть попытку установить Яндекс как главную поисковую строку и попытку установить браузер Яндекс. Скачивал я этот файл переводчика Диктор с известного своей принципиальностью сайта Softodrome. Диктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эксперимент. Я специально проверяю этот же файл на VirusTotal. Цель следующая. Попытаться определить, а как оригинальные антивирусы Bitdefender и Avira реагируют на этот же самый файл. Реакция следующая. Все антивирусы признают его абсолютно чистым. Больше того, и Avira и Bitdefender полностью согласны с другими антивирусами. Значит, определил вредоносность этого файла, причем ложную, один из трех китайских движков. Итак, можно подвести итог всему того, что было показано. Антивирус чрезвычайно любопытен. Но, к сожалению, китайский язык – это главная преграда для того, чтобы его мог использовать обычный российский пользователь.